В феврале 1984 года, после смерти Юрия Андропова, должность руководителя страны должна была перейти к его преемнику Михаилу Горбачеву. В его поддержку выступал самый влиятельный член Политбюро Дмитрий Федорович Устинов. Но этого не случилось. Генеральным секретарем стал Константин Черненко. О том, почему так произошло, написал в своих мемуарах главный кремлевский врач, академик Евгений Чазов. Устинов сказал мне, знаешь Евгений, генеральным секретарем ЦК будет Черненко. Мы встретились вчетвером, я, Тихонов, Громыко и Черненко. Когда началось обсуждение сложившегося положения, я почувствовал, что на это место претендует Громыко, которого мог поддержать Тихонов. Ты сам понимаешь, что ставить его на это место нельзя. Знаешь его характер. Видя такую ситуацию, я предложил кандидатуру Черненко, и все со мной согласились. Выхода не было. Тяжело больной Черненко был временной фигурой. Это было понятно всем. Поэтому еще при жизни Константина Устиновича, глава КГБ Чебриков и начальник первого главного управления КГБ Крючков начали готовить почву для продвижения Горбачева на пост руководителя СССР. То, что это был совместный проект с ЦРУ, не вызывает сомнения. Тайные каналы с американцами были установлены еще при жизни Андропова. Об одном из таких каналов написал историк Александр Островский. Вспомним хотя бы Георгия Арбатова, который с одной стороны был дружен с Джорджем Бушем и Киссинджером, близко знаком с Гарриманом и Дэвидом Рокфеллером, с другой стороны входил в ближайшее окружение шефа КГБ Андропова. Используя эти тайные каналы, руководство КГБ и ЦРУ осуществили две совместные операции для возведения Горбачева на пост руководителя СССР. В декабре 1984 года, при странных обстоятельствах умер маршал Устинов. Это кардинально изменило политический расклад. Сторонники Горбачева лишились очень влиятельного союзника. Теперь самым влиятельным членом Политбюро стал министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. К тому же он являлся неофициальным лидером группы престарелых членов Политбюро. Его мнение было очень весомо. Перед Чебриковым и Крючковым встала серьезная проблема. Для продвижения Горбачева на пост Генсека, необходима была поддержка влиятельного члена Политбюро. Чебриков сделал ставку на Громыко, несмотря на то, что Андрей Андреевич имел собственные планы на наследие Черненко и недолюбливал Горбачева. В январе-феврале 1985 года Чебриков и Крючков, через своих людей тесно связанных с КГБ, Евгения Примакова и Александра Яковлева, провели подготовку к негласным переговорам Горбачева с Громыко, с целью склонить его на свою сторону. По расчетам историка Островского, их встреча состоялась 3 или 4 марта. В своих воспоминаниях, Горбачев с удивлением писал, о том, как быстро удалось договориться с Громыко, о его поддержке. Просто Михаил Сергеевич, не был до конца посвящен в обстоятельства своего продвижения. Секрет сговорчивости Громыко был прост. 11 февраля 1985 года, на страницах американского журнала Time, под громким подзаголовком «Правая рука Громыко», были опубликованы фрагменты из воспоминаний бывшего советского дипломата Аркадия Шевченко. Он проделал успешную дипломатическую карьеру и в 73-м году стал заместителем генерального секретаря ООН. Через 5 лет, в 78-м году, разразился скандал. Шевченко неожиданно попросил политическое убежище и остался в США, а вскоре выяснилось, что на посту заместителя генсека ООН, Шевченко был завербован ЦРУ. Громыко оказался в очень сложной ситуации. Его карьера повисла на волоске. И дело было даже не в том, что в его ведомстве оказался высокопоставленный предатель. А в том, что Шевченко дружил с сыном Громыко, являлся личным советником министра иностранных дел и был вхож в его дом. Тогда во многом благодаря Андропову, Андрею Андреевичу удалось остаться в своем кресле. И вот теперь, через 7 лет, в ходе подготовки тайных переговоров Горбачева с Громыко, эта история вновь всплыла. Чтобы было понятно, о чем идет речь, приведем цитату из дневника помощника Горбачева, Анатолия Черняева. Тайм печатает мемуары перебежчика Шевченко, Громыкинского выкормышей протеже, и пишет о нашем министре такое, о поборах и взятках во время визитов в Америку, о лихаимстве его жены, которая приезжая в Штаты, обходила все ювелирные магазины, базары с барахлом, скупая ценности и золото, за счет казны и подношений работников посольств и торг предства, о невежестве самого министра и прочих его качествах. Надо сказать, что это не было откровением, многие знали или догадывались, о том, что творится в ведомстве Громыко. Из воспоминаний бывшего сотрудника международного отдела ЦК Карена Брутенца. Шептались, будто помощник Громыко облагает ясаком послов и других чиновников, работающих за границей, совмещая при этом интересы супруги шефа и свои интересы. А вот что рассказал заместитель начальника службы безопасности МИДа, полковник КГБ Перетрухин. Многие десятилетия, Лидия Дмитриевна Громыко, оказывала серьезное влияние на расстановку дипломатических кадров в министерстве своего мужа. К тому же она была большой любительницей, принимать различного рода подношения, особенно при поездках за границу. А вот что утверждал советник Андропова, полковник КГБ Ситников. А вот история о том, как предатель Аркадий Шевченко получил должность заместителя генсека ООН, рассказал ее его сын, Геннадий Шевченко. В конце 1972 года, моя мама подарила Лидии Дмитриевне Громыко, брошь с пятью десяти шестью бриллиантами, привезенную бабушкой из Австрии. После этого жена Громыко спросила маму, какой же пост хочет ваш муж. Мама ответила, должность заместителя генерального секретаря ООН. Таким образом, вытащив из Нафталина старый компромат, Громыко дали понять, какая сила стоит за сторонниками Горбачева. Поэтому Андрей Андреевич и был сговорчив. А тот факт, что за публикацией в журнале «Тайм» стояла ЦРУ, не вызывает никаких сомнений, так как Шевченко находился под его полным контролем, и без санкций ЦРУ вряд ли бы он смог опубликовать свои мемуары. К тому же выбор для публикации именно журнала «Тайм» тоже был не случайным, он входил в медиа-империю Рокфеллера. А его главный редактор Генри Грюнвальд, участвовал в заседаниях Бильдербергского клуба. И не случайно, первое зарубежное интервью Горбачева, тоже появилось на страницах журнала «Тайм». Интересный момент подметил историк Островский. 28 февраля, издававшаяся в Париже «Русская мысль» сообщила, что по ее сведениям, Громыко выбыл из борьбы за кресло генсека, на которое претендуют Гришин, Горбачев и Романов. Главный акционер этой газеты, Серафим Николаевич Милорадович, не только был масоном, но и находился на службе в ЦРУ. С ЦРУ была связана и главный редактор этой газеты, Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти. В Москве в тайну рассмотренных переговоров были посвящены только семь человек, Горбачев, Громыко и его сын Анатолий, Крючков, Примаков, Чибликов и Яковлев. Понятно, что из Москвы информация о предварительных договоренностях никак не могла утечь. А вот зачем ее слили ЦРУшники, еще предстоит выяснить. Но этот факт, однозначно говорит о полной осведомленности в ЦРУ, всех нюансов переговоров с Громыко. Еще одним эпизодом участия ЦРУ в избрании Горбачева генеральным секретарем стала история с задержкой члена Политбюро и первого секретаря Украинской компартии Владимира Щербицкого, который во главе советской делегации находился с визитом в США. И здесь нужно сделать важное уточнение. Несмотря на то, что Горбачев заручился поддержкой Громыко, это вовсе не означало, что он станет генсеком. Вот что писал помощник Черненко Вадим Печенев. Через пару часов после смерти Черненко, круг престарелых членов нашего правящего Ариапага, готов был разыграть Гришинскую карту. По воспоминаниям Егора Легачева, в то время ходил разговор о каком-то завещании Черненко, якобы в пользу Гришина. А по утверждению Александра Яковлева, ближайшее окружение усопшего Черненко, уже готовило речи и политическую программу для другого человека, Виктора Гришина. Шансы Горбачева, вместе с поддержкой Громыко, были примерно 50 на 50. Один голос члена политбюро мог полностью поменять расклад. Это хорошо понимал и Громыко, поэтому, несмотря на свое согласие поддержать Горбачева и имевшийся на него компромат, он выжидал до утра 11 марта. Известие о смерти Черненко застало Щербицкого в Сан-Франциско 10 марта. Он сразу же принял решение возвращаться в Москву для участия в выборах нового генсека. Прямого рейса до Москвы не было. Требовалось сначала добраться до Нью-Йорка, где уже ждал советский авиалайнер, прилетевший с Кубы, и уже на нем лететь в Москву. Согласно воспоминаниям дипломата Джека Мэтлока, он лично содействовал, чтобы советской делегации предоставили военный борт, и она смогла быстро добраться до Нью-Йорка. Причина подобной спешки американцам была известна, поэтому одновременно был решен и вопрос о поездке в Москву на очередные похороны. И хотя подать военные самолеты в Сан-Франциско можно было почти сразу же, руководство американских ВВС не стало спешить. Из воспоминаний заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Бориса Стукалина. Щербицкий был противником Горбачева, и по утверждению Печенева, уже вылетев из Нью-Йорка в Москву, Щербицкий был уверен, что генеральным станет Гришин. Вот что написал историк Островский. Исход голосования, во многом зависел от позиций Щербицкого, который не относился к поклонникам Горбачева. Многое зависело от того, успеет ли вернуться к началу заседания Политбюро Щербицкий. До назначенного заседания Политбюро оставалось 4,5 часа, а советская делегация еще не долетела до Нью-Йорка. И только получив информацию об этом, Андрей Андреевич встал на сторону Горбачева. Щербицкий не успел на историческое заседание Политбюро, и чаша весов склонилась на сторону Горбачева. Таким образом, ЦРУ приняло непосредственное участие в двух ключевых событиях, которые определили будущего лидера СССР.